Девушки отдыхают Здравствуйте! Вот, эту девушку Юлю? О, ты теперь ее найдешь только на том свете Да? Такая молодая И что, она недавно умерла? Ха, умерла Не тут, а было Убили уже год назад Да что вы! Завела хахаля себе богатого Он ее и убил Братик ее рассказывал Вот так бывает А, Юленька, ты тебе зачем? А, понимаете, она в лотереи выиграла Джекпот Чо-чо? Какая лотерея? Ну вот, пока оформляли всякие документы Время ей ушло Кому ж теперь деньги отдать? Так ты отдай их Ее матери Ей очень нужны деньги Да я согласна Только вот адреса не знаю Как найти ее? Я тебе скажу Мы с ней живем в одном дворе Соседи, значит Музыка 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здравствуйте! Здравствуйте! Вам кого? Я... Я с работы Юлии! Проходите! Проходите! Я вас ничем не угощаю, просто я не успела в магазин сходить. Да нет, нет, вы не волнуйтесь, я ненадолго, на минутку. Мне нужно вам деньги передать. Деньги? Какие еще деньги? А это в честь чего? Ну, это как материальная помощь в связи с утратой. Опомнились. Интересно. Откуда же в больнице такие деньги? То бы три месяца зарплату не выплачивали. А тут на тебе, материальная помощь. Ну, то было из муниципального бюджета, а это из федерального. Скажите, а того негодяя нашли? Какого негодяя? Ну, который Юлю. Да что ж вы все эту дуру, бабку Тамару слушаете? Ну, простите меня, если я не так сказала. Конечно, не так. Юлечка. Просто поехала с подружками на речку купаться. И утонула. А течение было такое, что тело не нашли. Сереженька, брат ее потом ездил, пытался найти. Ничего. Я ведь даже на могилку ее не могу сходить. А эти дуры соседки распускают всякие небылицы. Юленька никогда не продавалась за деньги. Никогда. Все. Уходите. Простите. Простите меня. А это... Это жених Юли. Да что вы. Да это же Сереженька. Мой старшенький. А он с вами живет? Если бы. Ему на службе квартиру дали. И в таком, знаете, районе, что там еще ни транспорта, ни телефона. Ну и за то спасибо. Хотя он ведь бедняга. Сам ремонт делает. А я не могу к нему доехать. Потому что из-за здоровья. Правда, телефон собираются через год поставить. Вот тогда хоть разговаривать с ним буду. Если доживу. А где же ему такую квартиру дали, что транспорт туда не ходит? Это, по-моему, какой-то поселок. Муркино. Да, Муркино. Кому? Здравствуйте. К Сергею Кабанову. Сейчас сообщу. Эй, слушай. Давай открывай быстро. Сообщит он. Меня ждут давно. Понял? Ладно, ладно. Открываем. Распустились, понимаешь. Это на какой же такой работе выдают такие квартиры? Хотела бы я знать. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Да. Здравствуйте. Мне нужен Сергей Кабанов. А вы кто? Я частный детектив. Васильева Дарья Ивановна. Пришла по поводу убийства вашей сестры. Можно? Хорошо, входите. Ой, вы знаете, я что-то никак не могу найти свою визитную карточку. Видимо, все закончились. Удостоверений, как я догадываюсь, у вас тоже нет. Ну, видимо, оставили в другой сумочке. Да, вы знаете, именно так. Но я действительно занимаюсь делом, которое связано со смертью вашей сестры. Простите, а кто вас нанял? Имя заказчика вам вряд ли что-нибудь скажет. Пройдемте. Спасибо. Как у вас тут красиво все оформлено. Вы знаете, этот дом мне достался по случаю. Да? Да, очень дешево. Очень. Уже с ремонтом. Так что пока приходится жить. Вы не оправдываетесь. Я ведь не из налоговой полиции. А мне, Дарья Ивановна, бояться нечего. Я ведь закон не нарушаю. Простите. Это просто так. Такая шутка. Шутка. Сергей... Петрович, присаживайтесь. Благодарю. Присаживайтесь. Извините, угостить вас нечем. Ну, просто не успел сходить в магазин. Ну, а что же делать? А где вы работаете, Сергей Петрович? Иньюр-коллегия. Странно, что, направляясь ко мне, вы не навели справки. Знаете, что меня удивляет? В течение одного дня от трёх людей я узнаю три версии смерти вашей сестры. Вот, какая из них верна? Хотелось бы знать. Для того, чтобы я сказал, какая верна, надо услышать их все. А почему вам не взять и не ответить на этот вопрос? Дарья Ивановна, потому что я не знаю, с какой целью вы его задаёте. А почему вы сказали вашей матери, что вы живёте на окраине, что у вас нет телефона и сюда не ходит транспорт? А что я? Я разве солгал хоть одним словом? Наш посёлок действительно не принадлежит центральному административному округу. Городской телефон я не установил. Обхожусь мобильным. Ну, а метро и автобусы вот за ненадобностью сюда проводить не собираются. Но ваша мать, она живёт в бедности. Вы, кажется, представлялись частным детективом, а не инспектором Собеса. Ладно. Возможно, это не моё дело. Но мне необходимо знать, что произошло с вашей сестрой. Но вы же сами сказали, она умерла. Да? Ну, отчего? Если вы действительно частный детектив, вас не затруднит получить копию справки? Медицинской справки о её смерти. А почему вы не можете мне ответить? Мне больно об этом говорить. Видимо, зря я пришла. Заметьте, не я это сказал. Умерла? Не тут-то было. Умерла? Убили. Погибла девчонка в аварии, как раз когда Ленка уволилась. Брат сказал, хоронили в закрытом гробу. Мне больно говорить о смерти моей сестры. Даша, когда человек садится за руль, он должен смотреть на дорогу. А не ворон считать. Я ещё не закончила. Даша, ты головой не ударилась? Нет, ну, как вам это нравится, а? Угадайте, что только что вытворила Даша. Тихо. Тихо. Она только что уснула. Что случилось? Ходили на практические занятия в зоопарк. Там на Маню напал шимпанзе. Стал кусать за ногу. Никто не ожидал. Это был самый спокойный шимпанзе. Её принесли на руках. Скорая только что уехала. А почему ты не позвонил? Не до этого было. А я? Это я во всём виновата. Не говори глупостей. Что? Что такое? Что случилось? Не гречи. Прекрати. Что с собой? Держись. Держись, держись. Подержи. Ой, не надо, не надо. Дуем, дуем. Можем, можем. Севик, терпи. Терпи, мой мальчик. Ах, 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 ах. Сейчас? Всё, 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 всё. Так вот, так вот. Осторожно. Тихонечко. Всё, всё. В незапамятных времён рядом с человеком живут лошади. Когда-то они помогали Иди ко мне, мой мальчик. Иди сюда. Ничего у меня не получается, Хучек. Надо мне всё-таки Лену искать. Ну, я разберусь. Разберусь. Благодаря усилиям графа фон Розена, главного конюха короля Швеции. Граф разработал первые правила и программу соревнований. А вы по какому адресу Лену искали? По городскому или в Бёшкино, где мать её живёт? Бёшкино. Конечно. Бёшкино. Единственная зацепка Бёшкино. Ну-ка. Ой, прости. Бёшкино. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вам что? Здравствуйте. Вы не подскажете, где Каюровы живут? Чего? Я Каюровых ищу. У нас таких нету. Как нет? Вы уверены? Отцу, я в нашей деревне всех знаю, а этих, как их, Каюровых, таких не знаю. О, явился алкоголик. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну? Чего пришел? Ну, будь ты человеком, а? Я-то человек, а ты кто? Хочешь, я тебе огород вскопаю. Опомнился? Огород-то по весне копают? Ну, тогда дров наколю. Ты один раз взялся уж мне даровато колоть. И топор мой продал. А давайте я за него заплачу. А? А это кто? Кто ее знает? Каюровых каких-то ищет. Наверное, не в ту деревню забрела. Кто у нас Каюровы-то? Дура ты. Это же Мишка с Ленкой. А-а-а. Я-то сразу не поняла. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Тормози. Э-э-э. Все-все-все. Приехали. Здесь. А где дом-то? Что-то я не вижу. Ты, значит, слушай. Туда дороги нет. Только на тракторе, если ехает. Значит, тебе вон туда, в низинку идти, он там один, дом этот. Не ошибешься? Ну, нет. Вы уж меня все-таки проводите. Ну, пожалуйста, темно уже как-то. Не, я туда не пойду. Почему не пойдете? Ну, там такие дела нехорошие творятся. Не, не. А почему нехорошие-то? Убили кого-нибудь? Ну, убить не убили, но... Я не пойду. Все, бывает, бывает. Субтитры делал DimaTorzok Продолжение следует... 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 Ой... А как вы сказали фамилию доктора? Я никак не сказала, потому что он просит не трепать по всем углам Ну мы же с вами договорились Вы отвечаете честно на все мои вопросы Чванов Андрей Владимирович Доктор Чванов лечит от алкоголизма Да, вы знаете, он знаменит своим уникальным методом Что ж теперь будет с лечением-то? Ну я же вам говорила, что помогу вам Пока не решится вопрос с Мишей Я понимаю, что вас интересует Как пришло известие от матери Леночки Вам, наверное, это уже все известно Леночка очень тяжело все это пережила Но представьте себе, каково узнать Что вся жизнь прошла в нищете, в интернате, в больнице А на самом деле все должно было сложиться по-другому Не оставь ее, эта женщина Как знать Может быть, в тех обстоятельствах все было бы гораздо хуже Вам хорошо со стороны рассуждать А Леночке, каково? Да Я понимаю Ведь она еще пила Да и не только пила Короче, как она узнала о своей матери Начался кошмар Лена говорила, что жизнь у нее прошла зря И жить она больше не будет Нише с ней один не справлялся, меня вызвал А тут же надо все бумаги оформлять по наследству А хлопот полон рот У Леночки подружка была Лучшая Юлия Кабанова Хорошая, добрая Всегда сочувствовала нам И Леночке помогала У нее брат Сергеевну коллегией работает Она ему рассказала нашу историю А брат и говорит Раз Леночка в неменяемом состоянии Ей наследство не дадут Там, говорит, обязательное психическое свидетельствование Мы, конечно, расстроились Ну, тут Сергей вошел в наше положение и говорит Я могу помочь Ну, и рассказал, что нужно сделать Юля-то как волосы отрезала Вылитая Лена стала А вы не боялись, что Юля Навсегда захочет остаться в роли Богатой Лены Каюровой? Ну, боялась я или не боялась Меня особо об этом никто не спрашивал Сережка хотела денег Леночке нахотяпать А Юлька хотела Мишку заполучить И оба как танки прут Я что могла? А Миша мог убить Юлю? А зачем? Мешала она ему, что ли? Ну, а если, допустим, мешала? Нет Мишка не смог бы Он не Юлька И не Сережка А то, что он о Леночке заботится Леночка-то ведь его любовь первая А вообще ему начальник нужен по жизни А чтобы убить? Ну, так это ж смелость нужна, я так думаю Ой, кто это еще может быть? Скажите, у вас есть черный ход? Это кто ж такой? По твоей души, что ли? Полковник милиции Он ни в коем случае не должен знать, что я была у вас Ах, горе-горе, что ж теперь делать-то? Ну... Ну ладно, идем Выведу тебя Иду-иду, погодите Про лекарства не забудь Да, конечно, завтра привезу, спасибо Все, иди Иду-иду Хорошо, Даша, молодец Идешь на один шаг впереди Дегтярева Нет, плохо, Даша Плохо История Лены только подтверждает виновность Каюрова О, этого еще не хватало Да Да Ну давай, 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 быстрее Все, быстрее, все, все Мои рванули А? Ой, стой! Куда? А что я могу сделать? Я и так работаю, как могу И не надо меня подгонять Ну, честно говоря, я бы тоже не остановилась Ториадор Иди смелее в бой Ториадор Ториадор А-а-а-а Не дарит А-а-а-а Ой, стой Здрасте Садись Ага, спасибо Ну, учти, много не дам Уж очень-то страшная А? Да как вы смеете? Мне такое говор... Че? Ты че возбухаешь? Щас так дашь А-а-а-а А-а-а-а Ладно Помогите! А-а-а-а-а Помогите! Убивают! А-а-а-а-а А-а-а-а Даша 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 Это я Саша Я с тобой Все будет хорошо Все будет хорошо Ты цела? Цела? Может, поехали в больницу? Нет-нет-нет-нет Саша, ты что? Все в порядке Ты мне скажи Тебе что-то удалось узнать От матери Лены Каюров не виноват Это кажется, что он виноват А на самом деле Он не виноват Со мной все в порядке Надо сейчас определиться С Каюровым Даша Ты в конце концов Можешь побыть Обыкновенной бабой Извини, женщиной Которая нуждается в защите Помощи А не разыгрывать тут Мисс Марпл На пенсии А? Это такой комплимент? Ну, прости меня, Даша Прости Я понимаю Ты вся издергана У тебя дома неприятности А хочешь Перебирайся ко мне Ты что? Делаешь мне предложение Руки и сердце? Да ну тебя Нет, я так По-дружески Дегтярев Я тебя правда Очень Очень люблю Ты настоящий Полковник И Я знаю Кому мне Можно обратиться В трудную минуту С кем я могу себя Почувствовать Настоящей Женщиной Которая Нуждается в помощи В защите Я обязательно Этим воспользуюсь Когда-нибудь А сейчас Не могу Извини Понимаешь Мне нужно Мне нужно Защитить Свою семью Поехали домой А? Да, поехали Александр Михайлович Ну Ну что вы сделали С моей мамой? Ну Я тоже Бывай злюсь на нее Но Даша Не до такой степени Ты что В луже валялась? Нет Гуляла на свежем воздухе Перед сном Даша Итак Что же мы имеем Мой дорогой Каюров Был любимцем женщин В него были влюблены Юля Лена Маргарита Две из них убиты Юля и Маргарита Лена Нет Лена не могла Хотя почему Лена не могла? У нее было Неадекватное сознание Она могла Вполне решиться На убийство На почве ревности Хотя Хотя как она Добиралась бы Своего Вешкина До Москвы И до Зыбкина И как бы ей Удалось сбежать Из-под присмотра Матери Мои хорошие Пришли Значит она действовала С кем-то сообща А кто мог быть ее сообщником? Может Сергей? Сергей Да Сергей мог убивать Своих сообщников Тех Кто помог ему Провернуть эту аферу С наследством Лены Да Ну ладно Утро вечера Мудренее Алло Слушаю Полковника Дарья Васильевна Можно к телефону? Что? Ой, Дегтярев И охота тебе шутить В такую рань Ничего себе рань У меня уже обед Как? Это сколько же я спала? Ой Зачем? С кем? Надвоем Каюрове Теперь висит Не два убийства А одно Юлии Кабановой Как? А Марго? Маргарита А Маргариту Похоже Порешил Некий Рефат Ахметов Вот Его-то тебе И придется Опознать Короче Приезжай Жду Легко сказать Приезжай А на чем я поеду? Ирочка Ну зачем? Я сама Потом все сделаю Слушай А дай мне твою машину А берите Конечно Я все равно Не могу ездить Ключи в машине Хорошо Ирочка 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 Старший лейтенант Петренко А почему А почему вы Задержали меня А не его Он нагло Меня подрезал Создал аварийную ситуацию А мне кажется Это вы Создаете Аварийную ситуацию Своим транспортным средством А почему Вы Со мной Разговариваете В таком тоне Что На дорогих машинах Можно ездить Как угодно Его вы Побоялись Остановить А бедную Беззащитную Женщину На оке Можно Так Гражданочка Предъявите Ваши документы У меня нет документов Интересно Мою машину Ограбили Угнали Там были Все мои документы Да что вы говорите Да У меня был Мерседес Ашка Недорогая машина Ну при чем Здесь это Так Я вас Задерживаю Гражданочка Почему По подозрению В угоне Транспортного Средства Выйдите Из машины Пройдемте Не трогайте Меня Оказание Сопротивления При задержании Давайте Давайте Как вы себя Ведете Я имею право На один телефонный звонок Эй Мой Сын Адвокат Я буду Жаловаться В организацию По правам Защиты Граждан Позвоните Полковнику Дегтяреву Может еще Нургалиеву Позвонить А ну Сел Эээ Подожди Пойдите Ко мне сюда Зачем Петренко Эту сумасшедшую Привел Он мне вчера В карты Продул Вот и отыгрался Эээ Вы нарушаете Права Человека Вы не имеете Права Чего она Про Дегтяреву Орет Может Правду Позвоним Мало ли Может Лучше ты Алло Управление Ау Откройте Ну что Доигралось А что случилось Что случилось Куда меня везут Тихо Не привлекать Внимание Чаю Кофе Валерьянки Что это было Саша Они мне сказали Что я опасная Преступница И что меня Разыскивает Интерпол Ну я же Я же знал Что тебе не на чем Ко мне добраться Вот и предоставил тебе Транспортные средства Я тебя когда нибудь Убью за твои шуточки Надеюсь машину Мне вернут Ну конечно Конечно мы Подгоним ее Прямо к воротам МВД Только сначала Сфотографируемся На фоне твоего Розового Кадиллака А я между прочим Поддерживаю Отечественного Производителя Александр Михайлович Ахметова привели Введите Введите Дарья Ивановна Узнаете Этого человека Да Это Ахметов Он Ворвался В мой дом И угрожал Физической расправой Мне Моей семье И бывшей у меня В гостях Маргарите Назаровой Ладно Э Пошутил я Ты что Шуток не понимаешь Вам дадут Возможность Высказаться Дарья Ивановна Что вам известно О взаимоотношениях Маргариты Назаровой И Лифата Ахметова Маргарита Назарова Говорила мне Что Ахметов И ее любовник И Он часто Угрожал ей Физической расправой Вот она Зараза Гражданин Ахметов Это писать? А? Поняла Поняла Ахметов Был вооружен И высказывал Свои претензии К Маргарите Назаровой Основанные На чувстве ревности Да какие претензии Просто поговорили По душам Да Маргарита Назарова Говорила Что она любит Каюрова А Ахметов Не мог смириться Да я не мог смириться Потому что она Дура набитая Она этому Каюрову На три буквы не нужна Ахметов Что Ахметов А? Что Ахметов Я уже сорок лет Ахметов А? Она мне сама Жаловалась Что за Мишкой Целый год Как привязан И бегает Она еще За доктором Замужем была Когда Мишкина жена На ее доктора Глаза положила А тогда И стало обидно И она стала Кокетничать Этого Мишку Вот так И все это было На этих Лошадиных конюшнях Я ей тогда сказал Эй, дура Не надо ломать Свою жизнь Потому что Этот Мишка Он кто такой Он голый Он босс Все его бабло Это жены А сам он Сам он Как самец Человек Говно Так, тихо Все Ахмет Да Давайте все по порядку Здесь Вы признаете Что ворвались Вооруженным пистолетом В дом Гражданки Васильевой Грозились убить Маргариту Назарову Так Фолковник Это не серьезно Ты что Своей бабе Никогда не говоришь Замолчи, дура А то убьют нас А Значит признаете Ух Сидеть Клянусь Аллахом Чтобы ты И весь твой семья Нет 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 Были здоровы Были здоровы Да Начальник Выводы меня отсюда Больше сказать нечего Уведите Пошел Ну что ж Все сходится Когда Рифат понял Что выяснять отношения В вашем доме Нельзя при свидетелях Он поехал домой К Назаровой А консьержка вспомнила Что в ту ночь Он приходил еще раз Уже после Каюрова Связан с преступными Авторитетами Такой скользкий тип О, значит С Маргаритой Назаровой мы разобрались Теперь осталась Каюрова Которая на самом деле Кабанова С этой Юлькой Тоже такая история Случилась Погибла девчонка В аварии Юлечка Хахали Собица Завела богатого Он ее и убил Юлечка Просто поехала С подружкой Ее на речку Купаться И утонула Сергей И всем заправлял Можно я скажу Я знаю Кто убил Юлю Кабанову Кто организовал Аферу С наследством Кто заставил Юлю отказаться От ее прежней жизни От матери От подруг А? Ее брат Сергей Он считал Что он имеет Над ней Неограниченную Власть Но ошибся Он не ожидал Что Юля Может всерьез Полюбить Каюрова И тогда все пойдет Прахом А когда догадался Испугался И убил ее Все сходится Тебе сколько лет Что? Понять хочу Ты перешагнула Возрастной ценз Или можешь еще Поступать в школу милиции Я бы рекоментацию написал Ммм Да я сам его подозревал И воды нет Странно Из подозреваемых Остались только Ахметов И Кабанов А вовсе не Каюров А у меня не дом А какая-то Техногенная Катастрофа Я не хотела Никого Обидеть Я не хотела Никого Обидеть Садитесь Слушай Начальник Отпусти У меня мать-старушка За ней уход нужен И сестру я любил Как родную Отпусти ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА